Нормальный человек Не то, что две крайности Павел против Железова Тупого А все-таки это Всех дам с праздником Так Всех женщин с праздником У меня груша перед посаженной в яму Мои бабки А вы говорите, что в яму сажать нельзя Да, я говорю, что в яму сажать нельзя Повезло вашей бабке Большинство территории России Она расти не может Только посаженной в яму Это одно ограничивает ее У меня к вам просьба Павел Это феномен Пришите, пожалуйста, фотографию Крупным планом Ну, целый план То есть вся груша И яму Очень вас прошу Если от вас ответа не будет Значит, вы не наш человек Вот, я всегда подтверждаю Свои эти фотографии Так, минус 5 Так, минус 5 в Москве Идет снег Так, если я возьму, что-то как вы Но не хочу На старости лет Да нет, почему Разоблачайте Знаете как Меня разоблачали А получалось наоборот На пользу Пригодилось же И разоблачать И все Я даже умоляю вас Павел Пердышенко Пожалуйста Разоблачайте Я умоляю Павел Откуда вы знаете Сыгру Пассажир Ну, в общем Пресет фотографии Ладно Вот Пофиг сухая Конечно, сухая Иначе бы давно сгнила Это и беспало ясно Но все равно интересно Увидеть феномен же Павел Своя фамилия Не, не Не надо заранее Вполне нормальная Фамилия Вполне нормальная Не надо Андрей Больше так не делайте Иначе Это самое Вам Нам с вами Не по пути Павел Как фамилия Павел Если вам не симпатичен Олег Красивич Можно просто Да ну пусть Лена Не надо за меня заступаться Я человек Самодоста Вы знаете Как на меня нападали Кончилось то чем Я вот он Сад Вот он А оппонентов Сада нет Ну и пусть Я не имею сада Другое дело Знаете как Я тоже логикой дохожу Поймите друзья Я ведь Если бы у меня Не было бы ни одного Дерева посажено Мной Но я и так знал Со школы знаю Что есть корни Есть кроны Я знаю Что это Это в школьной курсе У меня просто Лучший ученик в школе Я наверное усвоил Что вот это лист Что это солнечная батарея Что любой лист Оторванный Уже вредит дереву Пусть он 11 тысяч И это вроде бы Незаметно Ну подумаешь Один лист оторвали Вот А так как у себя там Ближать Вот как там Проходили Сегодня Груши Да Это уже как хочешь Там еще покруче Ниже мы не дошли Там уже получается Ну процентов 20-30-40 Этого самого 20-30-40 процентов Листьев Когда их не будет Якобы ветки лишние Вот Вместо них только раны Какой чертова будет Урожай Понимаете Вот Это я как Сейчас секунду Все забываю А Павел Бердышенко Пожалуйста Поверьте мне Вы бы со мной Беспорили Я говорю как Есть вещи Настолько доступны Для этого не надо быть Даже садоводом Мне бы хватило Школьного курса Школьного Ну Хоть там тоже Дури хватало Всякое Но Все-таки Мне бы хватило одно Это Солнечная батарея Это фотосинтез Если отрежили И в конце концов Когда я нагляделся Насмотрелся Даже Не надо Не надо быть садоводом Я утверждаю следующее Количество Плодов Ну Имеется ввиду Объем Объем плодов Да Это самое лучшее Это когда Мера вес Вот Прямой связи С площадью листьев Каждый год Отклонение Обязательно Потому что Есть запасы Есть резервы Есть лето холодное Есть теплое Есть резерв Главное командование Дерево Оно рассчитывает На худшие времена Запасы делает Внутри дерева Оно в симбиоте С нетронутой почвой И получается что Здорово получается Значит Из этого утверждения Что Которое Которое Называется Ну не имею права На слово Ксюма Вот Ну хотя бы Вот это вот утверждение Да Один из постулатов Железа Прямая связь Между площадью Листьев И Урожаем За все годы Прямая связь А из этого следует Нельзя вообще Отрезать Если я Железо Режу Тоже То на этого Нужны особые Условия Понимаете Особые Уж такие Нужны причины Чтобы уже Не хотел бы А взял руку Секата Вот помните Выше была Эта фотография Да У него получился Саженец Высокий Он потом может Сломаться Потому что Действительно Крона Большая сезь крона Оказалась На высоте Больше метра Да Вот И действительно А он хотел Кустарник Он правильно Пожалел Но пожалел И высоковато Отрезал То есть А надо бы Пониже То есть Получается Я за обрезку Но та обрезка Которая спасает Саженец Пересаживает За тысячи километров Такую даль Вот Такие жесткие условия Что уж приходится В данном случае К земле приезжать Вот особые условия А не просто А именно особые условия Вот И получается Что Получается Что Вот эти вот Оппоненты Которые Считают Что я рунду говорю Да Они должны Предъявить сад Вот и все Я себя жду Павел Там Не важно Какая у него фамилия Пусть он Пришлет мне фотографию С своего сада Ну чтобы я видел Его улыбающую физиономию Его детей Вот И все будет нормально А так Докажем Миллион Или Может он мне докажет А еще Самое интересное Что Груша Это его Если она прожила 70 лет И умудрилась Я бы не сгнать Еще раз говорю Это феномен Ее надо брать На учет Ее надо табличку вешать Чтобы сам Павел Не мог ее срубить Ближайшая НИИ Должен к нему Это самое Заплатить ему И сказать Вот вам 10 тысяч рублей Это не ваша теперь груша У нее Негноющийся Штамп Вот как должны мы А не то Что Павел Он такой секой У меня то понятно Больше защитников Чем у него Вот так вот и будем Павел Давайте ваши фотографии Вот Тот кто знает Где Раз вы знаете Где этот питомник Вот этот вот самый Третий год И вдруг саженцы живы Пожалуйста Название питомника Мы идем Увидим Плодоносящий сад Он ломится от яблок Я скажу Я был не прав Мне нужно еще Пожалуйста Хотите Нормальное Это самое Хотите дружить Со мной Со всеми нами Вот Пожалуйста Придете туда еще раз Не только название Пришлете Сейчас зима Не важно Сейчас ведут Зимние привычки Скажите что-то не так И сейчас этим секатором Сейчас там кто-то Этим секатором Их делает А как Это же легко Это как сказать Как эти Вылетают оттуда Как птички из подруг Эти Привитые саженцы Он на западе Специально станки Но лучше чем ваши Этот самый Чем привычный секатор Три секунды саженец Молодцы ребята Виталий И вот я к чему говорю Вы придете туда Я вас за язык не тяну Вы меня считаете Слово тупость применили Вы должны за свои слова отвечать Как по хорошему Пришли Крупный план Вот здесь сидят люди Вот здесь они делают Эти самые Я же так в этом НПО Челябинске У меня есть фотографии Я сейчас не найду только Вот К сожалению не найду И время идет Много времени А тут еще Мы только начали разговор Пожалуйста Крупный план Как фотографии Можете в фильм Но лучше побольше фотографий Мы и так поймем Не все штупые Как я Вот Значит Кто-то поймет из нас Значит Крупный план Выходите Подходите Питомник Значит при нем сад Выходите в сад Фотографируйте его Вот Крупный план Место прививки Это может быть саду 3, 5, 20, 40 Вместо прививки Вот У них на сайте Мы найдем Плодоносящие яблоки Только Естественно Если они окажутся С интернета Значит тогда Больше не суйте сюда Если Вот так Обвиняй меня В тупости Окажется Что у них На сайте Окажутся А это Это ж так легко Окажется Что мы Нажмем кнопку Мышку И окажется Что они С этого Взяты В интернете Фотографии Ихнего питомника Тогда Больше Не суйтесь По крайней мере Или Выбирайте выражение Что я Павел Хочу знать правду Вот вы говорите Одно А я вижу Другое Вот А как быть Тем Кто вот 47 Они же слушают Давайте Разберемся Вот А про тупость Уже потом Все Давайте дальше Я доволен Видите Сколько мы наговорили И тем более Мы узнали Про уникальную грушу Ее надо Не просто Размножать